МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Веты, вечерний вестник. Я, Екатерина Рухтина. Здравствуйте. Об основных событиях этого дня в Прикамье расскажем в ближайшие 20 минут. Смотрите сегодня в выпуске. Последнее перед каникулами в Краевом парламенте прошло очередное пленарное заседание. На этот раз депутаты приняли сразу несколько корректировок в бюджет, на что направят дополнительные средства. Новый асфальт, парковки и лавочки. Сезон ремонта в самом разгаре. Как продвигается благоустройство придымовых территорий. Пермь клянется помнить. В Краевой столице прошли мероприятия в памяти о тех, кто 81 год назад встал на защиту Родины. Сначала торнадо, теперь амфибия. В Добрянском округе запечатлили на камеру необычное явление. В Перми вновь расширяют зону платных парковок. С 1 июля в нее включат несколько участков улиц Ленинского и Свердловского районов. Стоимость парковочного места составляет 20 рублей в час. Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, расширение зоны платной парковки проходит поэтапно в течение нескольких лет и делается это для повышения безопасности дорожного движения. Список новых участков, где за оставленную машину придется платить, вы сейчас видите на своих экранах. Оплатить парковочное место можно на сайте парковочное пространство Перми, через мобильное приложение Горпарковки, через СМС при помощи паркомата, абонемента или платежного терминала. За невнесение платы грозит штраф в 1000 рублей. Заключительно перед каникулами в Краевом парламенте прошло последнее пленарное заседание этой весенней сессии. Одним из ключевых вопросов повестки стал законопроект об изменениях в действующий бюджет. На что направят дополнительные средства, расскажем далее. Ключевые изменения при корректировке бюджета коснулись социальных расходов. Часть средств позволит повысить зарплаты работников бюджетной сферы. Как отметил спикер Краевого парламента Валерий Сухих, эта мера является своевременной в сложившихся экономических условиях. Депутаты поддержали инициативу губернатора и приняли ряд важных решений, касающихся развития социальной сферы. Речь идет о своевременной индексации зарплат бюджетников, и это очень важно с учетом инфляции, а также индексации стипендий. Индексация мер соцподдержки и стипендий составит 4,2% и будет проведена с начала следующего месяца. В целом, объем дополнительных средств, направленных на повышение зарплат и социальных выплат из регионального бюджета, увеличится более чем на 6,5 миллиардов рублей. Не менее важный итог заседания – принятие законопроекта, по которому для школьников и студентов будет предоставлена скидка 50% при разовых поездках на железнодорожном транспорте пригородного сообщения. Ранее эта льгота действовала только на приобретение абонемента на 15 дней на проезд по определенным тарифам. Дополнительные меры господдержки в рамках другого принятого законопроекта затронут сферу отдыха и оздоровления детей. Изменение, которое дает возможность предоставлять сертификаты, путевки, компенсацию части стоимости путевок не только для родителей, но и для законных представителей, то есть опекунов и попечителей. Ранее в законодательстве для законных представителей была доступна только одна из этих мер поддержки – это частичная компенсация стоимости путевок. Законопроектом определяется и новый минимальный срок пребывания ребенка в летнем лагере – не менее 7 дней. Кроме этого, к полномочиям Пермского края перейдут обязательства по обеспечению антитеррористической защищенности лагерей. Органы местного самоуправления будут отвечать за проведение обследования организации и контроль за выполнением требований антитеррористической защищенности. Это позволит сделать отдых детей при Камье максимально безопасным. Екатерина Рухтина, Семен Соснин, телекомпания «Ветта». Цифровизация строительной отрасли стала главной темой состоявшегося округлого стола с участием IT-компаний при Камье и представителей регионального правительства. В крае уже активно работает единый информационный ресурс, пользователями которого могут стать все игроки отрасли. Что это дает и как этот механизм будет развиваться дальше, выяснила Валерия Ермакова. Выбрать будущую квартиру из любой точки мира легко с помощью совмещения реального и виртуального мира. Таким архитектурным проектированием занимается компания Михаила Антипина. Разрабатываем архитектурные проекты для застройщиков, а также делаем рекламные продукты. Это визуализация, анимация, виртуальные туры, виртуальный мир, ну и макеты. То, чем пользуются застройщики. Это позволяет застройщикам показать себя в других регионах, то есть без применения непосредственно офиса продаж, через рекламные сайты и веб-браузеры. Успехи в своих разработках компания представила на встрече по вопросам цифровизации отрасли строительства. На мероприятии присутствовали не только те, кто предлагает информационные решения, но и их потребители – застройщики, которые стараются как можно быстрее внедрить новые технологии в свою работу. Нормативная база этому способствует. Есть ряд постановлений правительства, которые говорят о необходимости внедрения. Ну и кроме этого, в сложной экономической ситуации компании стремятся быть максимально эффективными, а информационные технологии этому способствуют и позволяют достичь той самой эффективности. Глава региона Дмитрий Махонин уже неоднократно подчеркивал, что цифровизация сферы экономики Пермского края проходит комплексно. Строительство – одно из ключевых направлений. Еще в 2020 году в регионе была введена информационная система «Стройкомплекс», который позволяет автоматизировать строительные процессы, упростить процедуру осмотра и гарантийное обслуживание объектов. Я бы со своей стороны отметил несколько решений, которые нам сейчас очень важны и нужны для отрасли, в частности для Краевого министерства по строительству. Это решение в части БИМ-технологии, когда мы должны уже с 2023 года проектировать в 3D-моделях объекты строительства и отслеживать исполнение работ, вести надзор уже в современных цифровых стандартах. К 2030 году в сфере строительства планируется сформировать единую цифровую среду, в которой будут представлены все объекты капитального строительства в виртуальной форме. Валерия Ермакова, Евгений Загрецкий, телекомпания «Ветта». К другим темам. Власти Перми презентовали концепцию благоустройства нижнего яруса Слудской горки. На верхней части сквера появятся спортивные детские площадки, места для настольных игр, спортивные тренажеры. Нижняя часть будет представлять собой прогулочную зону с местами отдыха. Как сообщает городская администрация, деревья и кустарники сохранят, заменят только аварийные деревья. Планируется высадить и молодые – плакучие ивы, можжевельник и березы. Для маломобильных групп населения со стороны улиц Попова и Петропавловской построят удобные съезды. Будет проведен ремонт подпорных стенок, а также обновят уличное освещение. Благоустройство Слудской горки приурочено к празднованию 300-летнего юбилея Перми. Тем временем в Перми продолжается сезон благоустройства дворов. Масштабная работа по формированию современной комфортной городской среды идет уже несколько лет. Главные действующие лица преобразований – сами жители, которые определяют то, что необходимо сделать в первую очередь. Осуществить задуманное помогают депутаты. Как это работает, посмотрела Анастасия Петухова. 120 тонн щебня и тротуар во дворе дома номер 7, дробь 2 по улице Красногвардейская наконец-то стал ровным. Асфальта здесь никогда раньше не было. Председатель ТСЖ Евгений Шеленко не только рассказал об этом, но и поделился фотографиями. Что было? Дом 97-го года постройки. Ну, собственно говоря, с тех времен, как строители его выложили бетонное основание, так оно и просуществовало до недавнего времени. Потрескалось, рассыпалось некрасиво. Сейчас, я думаю, будут жители довольны тем, какую работу проделывают подрядчики. За работой подрядных организаций внимательно следят и местные жители, и депутаты Пермской городской думы. Олег Бордин проверяет готовность объектов. Так, в Орджоникизовском районе этим летом комплексному благоустройству подлежат 16 территорий многоквартирных домов. На Доватора 40 с нетерпением ждут детскую площадку. Семья у нас большая, детей много. Очень хочется уже, наконец-то, чтобы можно было выйти во двор, поиграть с детьми. Конечно, очень любят дети кататься на роликах, на самокатах. То есть сейчас будет уже, наконец-то, ровный асфальт, что можно будет действительно выпустить, покататься, отдохнуть с детьми. Ремонт придомовых территорий проходит во всех районах Перми. Благодаря федеральной программе «Комфортная городская среда». Преображаются дворы и целые кварталы. Задача создать комплексное благоустройство. И в качестве примера на этом объекте он находится на улице Доватора. И улица Доватора также включена в программу. Ремонт этот проект «Безопасные качественные дороги». Это нацпроект. И люди уже получат выезд с благоустроенной дворовой территории на благоустроенную автомобильную дорогу общего пользования. Еще один адрес – Черняховского, 86. Здесь этим летом по инициативе жителей появились парковочные места. Надо сказать, что жители достаточно активно участвовали в принятии решения. Они разрабатывали проект, и они же его на общем собрании утверждали. Здесь вы видите, что на 99% объект уже выполнен. Заканчиваются работы как раз. Вот привезли чернозем, посев газона идет. Сделана уже вырубка, так называемая, на проверку качества работы лаборатория даст свое заключение. Подрядчик планирует закончить работы на две недели раньше срока. И в этом тоже заслуга неравнодушных жителей. Главное – это общественный контроль. И тогда все будет по плану. Пермь клянется помнить. В краевой столице прошли мероприятия в память о тех, кто 81 год назад встал на защиту Родины. 1418 дней Великой Отечественной войны, которая затронула практически каждую семью. Домой не вернулись свыше 27 миллионов наших граждан. В память о мужестве и отваге в Перми прошла акция «Огненные картины войны». Как это было, расскажем далее. Это бронекатер. Его называли речными танками. Очень маневренное быстроходное судно с ракетной установкой. Всего за время войны на Пермском заводе был выпущен 131 такой катер. Почти каждый внес свой вклад в победу. В 1974 году из судна, участвовавшего в боевых действиях, решили сделать памятник. Восстанавливался внешний вид, как положено. Мы тогда бегали, молодежь были, и смотрели, как это делалось. Было очень интересно попасть во внутрь судна. Там были каюты для матросов, командиры. То есть были все условия, которые обеспечивают плавание. Установили памятник бронекатеру у судостроительной верфи к 9 мая 1975 года. Стоит отметить, что завод по сей день продолжает работать. Предприятию вернули историческое название и возлагают на него большие надежды. Раньше территория судозавода была 34 гектара. Наш сейчас верфь, за ней 12 гектаров. Вот остальную часть сейчас будет открыта особая экономическая зона, где Пермская судоверя будет реперной точкой. Это даст прежде всего налогообложение, льготы, но и поиск хороших, серьезных инвесторов. Мы сейчас строим остановочные комплексы для Москва-реки, для судов на электрической тяге. В этом году бронекатерзавода КАМА стал символом акции «Огненные картины войны» проекта победителя конкурса «Город – это мы». На набережной реки КАМА появилось огненное изображение судна, отражающее вклад региона в великую победу. Зажечь свечу и выложить ее в форме рисунка мог каждый желающий. Организатором акции выступила молодая гвардия «Единой России». С 2015 года мы проводим акцию, которая посвящена началу Великой Отечественной войны, нашей памяти о тех, кто погиб, кто был замучен в концлагерях, на оккупированных территориях, тех, кто добыл победу для нашей страны, тем людям, благодаря которым мы сегодня живем. «Сюда приходит каждый год все больше и больше народу на наши мероприятия. Люди приходят совершенно искренне». Массовая акция в День памяти и скорби проходит в Перми по инициативе «Единой России» в седьмой раз. В этом году в ней приняли участие порядка тысячи человек. Валерия Ермакова, Татьяна Сарамотина, телекомпания «Ветта». Краевой бал выпускников пройдет 24 июня на Пермской набережной. Мероприятия для выпускников пройдут впервые за два года в очном формате. На краевой выпускной съедутся 4,5 тысячи человек со всего Прикамья. Не только школьники и выпускники колледжей, но и их родители с учителями. Программа стартует в полдень. С 12 до 4 выпускников ждут экскурсии в Пермские музеи и галереи. После состоятся торжественные мероприятия на набережной. Ребят поздравят губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Пройдет концерт с участием вокальных и танцевальных групп и не только. На мероприятие смогут попасть только приглашенные в ход по специальным браслетам. В Кудымкаре снова перенесли окончание ремонтных работ Синего моста. Прокуратура Сивинского района выявила многочисленные нарушения оснащения ФАПов. И этим летом в Краевой столице вновь пройдет фестиваль музыкальной встречи на Соборной. Об этом и не только. Далее в рубрике Новости региона. Добрый вечер! В Кудымкаре снова перенесли окончание ремонтных работ Синего моста. В первый раз сроки сдвинулись в ноябре прошлого года по причине неблагоприятных погодных условий. Но конкретной даты завершения указано не было. Сейчас сроки ремонта сдвинулись на конец 2022 года. Как оказалось, подрядчик предложил увеличить цену контракта из-за удорожания стройматериалов. Администрация муниципалитета на такие условия пойти не смогла и расторгла контракт. В настоящее время проводится подготовка конкурсной документации для объявления аукциона на завершение капитального ремонта моста. Фельдшерско-акушерские пункты не соответствуют нормам. Прокуратура Сивенского района выявила многочисленные нарушения оснащения ФАПов. После проверки ведомства установлено, что не везде есть необходимое оборудование для оказания первичной медико-санитарной помощи. Отсутствуют электрокардиографы, портативные автоматические дефибрилляторы, щиты спинальные, костыли, секундомеры, спирометры, тонометры, необходимое укладочное оборудование для оказания экстренной помощи и другое оборудование. Также некоторые пункты не оборудованы пандусами. Устранение нарушения законодательства находится на контроле прокуратуры района. Этим летом в краевой столице вновь пройдет фестиваль музыкальной встречи на Соборной. Артисты будут выступать в центре города на Соборной площади. В ближайшее время организаторам предстоит сформировать артистический и репертуарный костяк фестиваля. По их словам, фестиваль по форме, режиму и содержанию не будет противоречить ни отдыху горожан, ни работе соседних офисов и храма. Это были новости региона. К слову, здесь мы можем рассказать и о ваших новостях со всех уголков нашего края. Присылайте их вместе с фотографиями и видеозаписями на указанной на экране номер через мессенджеры Viber или Telegram. Поделитесь со всем Пермским краем. На этом у меня все. И замки, и мосты, и старинные отечественные храмы, и целый спектр техник, с которыми работают воспитанники школы имени Широкова. Центральный выставочный зал экспонирует работы его воспитанников. За почти 40 лет существования школы это первая экспозиция такого внушительного масштаба. С работами познакомилась Полина Рифа. И вот эта работа, выполненная в Крштадте, нам показали интересную технику получения питерского серебра. Секрет создания питерского серебра с тех самых поручеников художественной школы имени Широкова очень хорошо усвоили. Выездные пленеры, надо сказать, такая фишка учебного заведения повышает уровень любознательности и расширяет кругозор. С таким багажом учатся обычно не из-под палки, а с неподдельным интересом. В художественной школе мы работаем по предпрофессиональной программе, рассчитано на 5 лет. Преподается рисунок академический, живопись, композиция, история искусств, скульптура. И еще проходит ежегодно пленэр. И мы очень часто выезжаем с детьми за пределы Пермского края. Мы выезжали даже за границу. Дети были в восторге. Вот мы... Был пленэр на Монматре, был пленэр в Дрездене, в каких-то старых замках рисовали. И замки, и мосты, и старинные отечественные храмы, и целый спектр тем и техник, с которыми работают воспитанники школы. Сегодня внутренняя кухня доступна широкой аудитории. Центральный выставочный зал взял художку под крылой и экспонирует работы ее воспитанников. За почти 40 лет ее существования это первая экспозиция такого вот внушительного масштаба. Для детей это очень яркое событие, что их работы в центральном выставочном зале, что их работы ценили, увидело огромное количество друзей, людей, родителей. На данный момент у нас 5 человек на место в этом году в такой большой конкурс. Основная часть наших преподавателей, они просто живут учениками своими. В 2018 году школа была переименована по просьбе преподавательского состава именем Евгения Николаевича Широкова. Много его работ находится в музее страны и в Третьяковской галерее. Он делился своим опытом со студентами, которые в дальнейшем стали художниками. И эти художники частично пришли к нам преподавать. И он говорил, что миссия искусства это нести правду, нравственности, красоту, но без хорошей школы, без образования эта миссия невыполнима. Широковскую школу во многом определяет портретный жанр. И, надо сказать, ученики-мастера как правило не подводят. Впрочем, выполнена ли миссия решит каждый зритель для себя в индивидуальном порядке. Во всяком случае, здесь наверняка можно найти автора по душе. До 10 июля центральный выставочный зал готов предоставить нам такую возможность. Сначала торнадо, теперь амфибия. В Добрянском округе заметили редкую амфибию сибирского углозуба. Он занесен в Красную книгу Пермского края. Видео опубликовало региональное министерство природных ресурсов в своей группе во Вконтакте. Запечатлите амфибию большая удача. Она умело прячется. При температуре плюс 27 градусов он погибает, даже находясь в тени. При этом ученые считают сибирского углозуба животным, которое может жить вечно. К числу вечно живущих углозуба относят из-за его способности пережидать холода и мороза в состоянии анабиоза. Видео довольно быстро распространилось в сети интернет и вызвало бурные обсуждения у пользователей. Это были все новости на сегодня. Спасибо, что провели время с нами. Я, Екатерина Рухтина, прощаюсь и желаю хорошего вам вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова